Одной фразой в своем решении Национальная чрезвычайная комиссия в области здравоохранения может лишить кафе, столовые и рестораны значительной части доходов. Национальная ассоциация, объединяющая все эти заведения, утверждает, что всему виной хитрая синтагма на входе в заведение. Нюанс в том, что она автоматически отсекает клиентов, у которых нет ковид-паспортов, но которые могли бы беспрепятственно поесть на террасе или заказав еду на вынос, что разрешено. Но тут же одной лишь фразой запретили и это. Последнее решение НЧКОС, которое вступит в силу 1 октября, позволяет предприятиям общественного питания работать на полную мощность на открытых пространствах, а вот в помещении должны быть заняты не больше половины мест и только гостями с ковид-паспортом. В ассоциации заметили, что толковать это положение можно по-разному. Например, треть прибыли заведения получают от продажи блюд на вынос, но и заказывать и оплачивать их нужно на кассе, расположенной внутри. И сейчас из-за решения НЧКОС рестораторы лишатся этой выручки только из-за фразы «при входе в учреждение предъявить зелёный паспорт». Пострадают от новых правил и заведения, которые работают по принципу шведского стола, без официантов. Клиенты могут сидеть за столиками на улице, но им всё равно придётся заходить внутрь, чтобы выбрать блюда. А как зайти, если ковид-паспорта нет? Снова заколдованный круг. Столкнуться с трудностями и заведения с классическим обслуживанием отмечают рестораторы. Там без паспортных гостей на террасе могут обслужить официанты, но посетить туалетные комнаты они не смогут. Всё из-за той же синтакмы. Рестораторы просят Национальную комиссию срочно пересмотреть своё решение и прямо указать, что ковид-паспорт должны будут предоставить только те клиенты, которых будут обслуживать внутри помещения.